Школьные автобусы проверяют на безопасность. После недавней аварии на автодороге Тюмень-Хантамансийск, в которой погибли 11 детей, усилен контроль за состоянием автобусных парков, предоставляющих услуги по перевозке детей. За что последуют серьезные наказания в сюжете. Удерживающие устройства, работают они или нет, если дернут, они удерживают, то есть в рабочем состоянии находятся. Потом наличие знаков, визуально видно отсюда, тут есть ограничение 60 километров, это с какой скоростью положено перевозить детей. И знак «Дети» на лобовом стекле находится, тоже информирован о том, что в автобусе передвигаются дети. А также документация, наличие огнетушителей и аптечки. Все это сотрудники ГИБДД проверяют в автобусе в первую очередь. Большой перечень документов, это и схема маршрута передвижения, это и остановочные пункты должны быть обозначены. В автобусах обязательно должны сопровождающие быть, по количеству сопровождающих должно соответствовать количеству дверей и выходов в автобусе. С Нового года к этим требованиям добавилось еще несколько. Автобус, перевозящий детей, должен быть не старше 10 лет с момента выпуска, а за его рулем опытный водитель со стажем не менее 5 лет. Если автобус старше 10 лет, то однозначно, даже если он полностью исправен, у него новые резины и так далее, мы его не можем допустить до перевозки детей. В автобусе этого индивидуального предпринимателя каких-либо нарушений не выявлено. Техника безопасности соблюдена полностью. Перевозить юных мурамлян можно. Стало все сложнее. И требования сложные, и документации сложные. Первый раз, когда я столкнулся, я за голову сходился. Но это все решаемое. Такие проверки сотрудники ГИБДД продолжат. Нарушителей будут строго наказывать. Особенно жесткие штрафы ждут тех, кто собрался везти детей в ночное время суток. Если водитель у нас выехал без получения разрешения, то у него штраф 3000 рублей, на индивидуального предпринимателя 20 тысяч рублей, на юридическое лицо до 50 тысяч рублей. Если же в ночное время задержали водителя автобуса, скажем, где-то на трассе, он едет, а ему запрещено ехать, то штраф возрастает в два раза. На сегодняшний день к перевозке юных пассажиров в мураме полностью готовы 8 автобусов индивидуальных предпринимателей. Другим, чтобы двинуться в путь, предстоит пройти проверку у сотрудников ГИБДД. Юлия Казакова, Александр Брюцков, Новости Мурам.